Начало XVI века Это время высшего подъема итальянского искусства возрождения Уже в предыдущем столетии в живописи появилось реалистическое восприятие мира Сейчас оно торжествует Немалую роль сыграли античные традиции Художники Италии создавали новое искусство Полное веры в возможности и красоту земного человека С особой ясностью величава гармоническая сторона Ренессанса Воплотилась в творчестве Рафаэля В юности неизгладимое впечатление на Рафаэля Произвели картины Леонардо Джокондо и скульптура Микеланджело Давид Он дышал воздухом этой великой поры итальянского Ренессанса Рафаэль учился у мастера Перуджино Художника задумчивого лирического склада С 1504 года он работает во Флоренции Центре реалистического искусства Италии В Риме Рафаэль исполняет росписи парадных зал Станции Ватиканского дворца Одна из фресок – Афинская школа Она свидетельствует о прекрасном знании Рафаэля античного искусства Художник подчеркивает героическую сущность бытия Изображает человека как силу, утверждающую свою власть над миром Это полотно – отражение того этапа возрождения Который характеризуется героической борьбой человека за свое господство в мире Ему было всего 25 лет Когда в 1508 году он прибыл в Рим Чтобы принять участие в росписях папской резиденции в Ватикан Действия Афинской школы происходят на фоне торжественной архитектуры Украшенной статуями и рельефами Слева в нише – скульптурное изображение Аполлона Бога гармонии Справа – Афины, богини мудрости Оба они олицетворяют царство гармонии и разума Здесь собрались философы, математики, астрономы древности На широкой площадке перед зданием и на лестнице, ведущей к нему Многочисленные фигуры расположены по линии полукруга Прекрасно согласованы с мотивом арок и завершением росписи Из-под пролета арок в окружении учеников выходят главные герои сцены Великие мыслители древности – Платон и Аристотель В их руках книги с названиями сочинений философов У Платона – тимей, у Аристотеля – этика Жесты характеризуют устремление каждого из них Платон, величественный старик, указывает на небо, как на источник вечной идеи Аристотель, словно отвечая ему, протягивает руку к земле Призывая к опыту, к эксперименту Платон и Аристотель задуманы как контрастные образы Но они воплощают единство противоположностей Вершину, которой может достичь человеческая мысль Рафаэль не побоялся перенести главных действующих лиц с первого Обычно определяющего плана на второй Но отвел им центральное место Они выделяются на верхней ступени лестницы, как на пьедестале Пространство впереди остается свободным А их силуэты четко рисуются на фоне неба в пролете арки Дух античности, глубоко поднятый и свободно переработанный Рафаэлем Живет почти в каждом персонаже А также в архитектуре, несущей с собой идею величия и красоты Архитектура воспринимается как нечто достоверное Хотя ни одно из зданий в натуре не существовало При кажущейся случайности в расположении групп Господствует глубочайший художественный замысел Все основано на строгом математическом расчете Центральная ось проходит точно посередине росписи Гармоническое равновесие правой и левых частей Основано на их сложной взвешенности Каждая группа без труда воспринимается зрителем Слева от учеников Платона Сократ, что-то объясняющий слушателям С этой же стороны на первом плане Пифагор Он опустился на одно колено и положил на другое книгу Углубившись в нее, он не замечает, как пристально следят за его работой столпившиеся вокруг люди Ближе к центру, рядом с группой Пифагора И контрастно по отношению к ней Рафаэль помещает одиноко сидящего философа Если в группе Пифагора запечатлен активный момент творчества То Гераклит изображен в состоянии раздумья Он сидит, подперев голову рукой и облокотясь на большой куб Не только поза, но и лицо, опущенные вниз глаза, складки на лбу Все говорит о том, что человек решает сложные проблемы Прежде чем доверить их Перу В правой части росписи математики и астрономы Рафаэль легко сочетает абсолютное величие с живостью почти жанровых фигур Выразительны позы молодых людей, которым старик-математик доказывает теорему Один юноша, присев на корточке, опирается рукой в бедро И склонившись, внимательно наблюдает за движением циркуля по доске Другой, стоя на коленях, повернулся к склонящемуся над ним человеку Словно желая объяснить ему смысл происходящего Но последний жестом останавливает юношу Он сам хочет во всем разобраться Таким образом, Рафаэль дает разные степени одного процесса мышления Здесь и стремление понять суть процесса И, наконец, полное проникновение в его суть Рядом с математиками – астрономы Среди них, спиной к зрителю, Птолемей Его голова увенчана короной, а в руке – небесная сфера Сразу за ним два портретных изображения Сам Рафаэль в черной шапочке И рядом, очевидно, кто-то из его учеников Рафаэль не только вел в композицию свой портрет Традиция, идущая от XV века Но и поставил свою подпись На воротнике математика, доказывающего теорему Начертано золотом по латыни Рафаэль – урбинец своей рукой Афинская школа – одно из высших проявлений Ренессансного духа Характеристика, данная в ней человеку Совпадает с самыми горячими строками Произнесенными в его честь Одним из современных Рафаэлю Флорентинских философов Он писал, что человек подобен Богу И потому может обрабатывать землю Исследовать высоту небес И глубину морей Его разум охватывает огромные интервалы Пространства и времени Проникают во все тайны Потенциал разума безграничен Был второй день праздника Рождества 26 декабря 1519 года В этот день Рафаэль должен был отправиться в Ватикан Смотреть ковры Полученные из Брюсселя И сотканные по его рисункам Он шел неохотно И даже любопытство не подогревало его Он был очень подавлен тем, что видел в катакомбах В последний день работ перед праздником Землекопы и каменщики заканчивали назначенный им урок По расчистке намеченного участка Рафаэль, окруженный учениками, рассматривал карниз С изумительной орнаментовкой Раймонзе принес плиту с профилем Артистически вырезанной головы в шлеме Он говорил Учитель, у нас здесь среди граверов спор Голова ли это брута или просто воина Этот юноша искренней привязанностью к нему Часто поражал художников Даже любимый ученик Рафаэля, Джулио Романо Иногда не бывал так чуток, как Раймонзе Наклонившись к обломку плиты Группа учеников при свете фонаря Благоговейно рассматривала барельеф В это время неподалеку раздался крик Еще один упал Этого не случилось бы среди богачей Пошлите кого-нибудь за женою, он помрет Рафаэль бросился к месту происшествия Надсмотрщик не позволял послать кого-нибудь К семье землекопа Лежавшего неподвижно среди каменных обломков И гнал на работу собравшихся вокруг Протискиваясь через толпу рабочих Рафаэль подошел близко к распростертому телу Случился ни обвал, ни ушиб или перелом при падении Ни припадок лихорадки Это был сильнейший приступ столбняка Болезнь, которую не умели лечить в то время Покорчится, покорчится Да и попадет в райские сады Или в лапы к нечистому Смотря что заслужил На эту грубую шутку, сказанную сгоряча Кругом зашишикали Ишь, как сводит бедняг Не тронь его, Андреа Разве можно разгибать ему руки и ноги? Ему и так не втерпешь Тепла бы, к печке бы Может и отойдет Пробовали растирать несчастного Откуда-то взявшимся муравьиным спиртом Единственным лекарством У запасливой части землекопа Больной то стонал, то впадал в забытие Наконец его вынесли наверх И положили на расчищенную перед раскопками площадку Появились люди Очевидно явившиеся за больным из дома Подросток, работавший на раскопках Привел жену больного Она шла с ребенком на руках Впереди ослика А ослик вел ее маленький братишка С любопытством Таращивший огромные глаза На собравшихся перед входом в подземелье Но когда мальчик увидел корчившееся тело Любопытство его сменилось ужасом Он знал, что влекут за собой эти судороги И заплакал, закрыв лицо руками Зять, единственный работник Был к нему добр Никогда не бил И теперь их ждет голод Женщина бросилась к мужу Прижимая к груди ребенка Бросилась с подавленным криком Боясь испугать больного И усилить его страдания Когда она наклонилась И потом подняла лицо Рапаэль увидел Как оно прекрасно В этой сдержанной скорби С трепетавшими губами И покорностью В широко расставленные глаза Потом больного посадили на ослика И мальчик сел тут же сзади Придерживая зятя А молодая женщина повела осла за узду Спотыкаясь на поверхностях почек И крепко прижимая к себе ребенка Осел издалек кричал свое и о И это было особенно трагично Заливистый крик животного Среди безмолвной человеческой скорби В то время как Рапаэль Совал женщине в карман деньги Раймонди подошел к нему Товарищи в шутку звали Раймонди За его профиль Сократом Но сократовский курносый нос И маленькие простодушные глаза Были так выразительны В эту минуту беспокойства об учителе Что даже самые ярые поклонники Классической красоты Нашли бы в этот миг лицо Раймонди прекрасным Он заботливо протянул Рафаэлю фляжку с вином И стараясь сделать как можно более Нежным свой бас Проговорил Вы очень бледны, маэстро Выпейте глоток вина Среди роскоши папского двора Перед Рафаэлем вновь встала эта сцена Встала и не давала ему покоя В зале, где выставлены знаменитые ковры Тесно, тесно и нарядно Папа, окруженный своим многочисленным двором Как гостеприимный хозяин Принимает знать Рима Принимает меценатов и художников с именем Он с удовольствием выслушивает Их притворные комплименты Мало кто думает о том Как и кем ткались эти ковры И в лучшем случае говорят Ковры замечательно мягкие Какое удачное сочетание шелка Золотыми нитями И как они тонки И снова восторги Целых десять ковров Подумать только Какое разнообразие Какое благочестие И какой подбор Здесь вся жизнь апостолов Петра и Павла В воздухе, напоенном запахом цветов Амброю И какими-то тонкими Восточными благовониями Носились восторженные восклицания От этих восторгов И банальных излияний Рафаэлю в его состоянии Стало нечем дышать И он незаметно вышел Устремившись к своей Любимой галерее Как много здесь было воздуха Света и тишины Порхающие в саду птицы Как бы щепетали за искусственных Вылепленных среди орнамента А этот зверек Землеройка, кажется Смотрит на художника Прямо в глаза С сочувственным Понимающим взглядом Какой простор там За арками Какая ласкающая Тишина Его донна Вилата Стояла прислонившись к колонне Я здесь, маэстро Давному милой Рафаэлла Я не могла выносить Эти подслащенные лесу Фальшивые восторги На лице Рафаэля Появилась милая улыбка Какая у него сохранилась И с годами Делая его лицо Необычайно юным Моя Мадонна Если хотите Я покажу ее вам Хоть завтра По правде сказать Я не люблю о ней долго говорить Чтобы не создавать возле нее Той атмосферы лжи Как здесь Около ковров Мне это было бы Слишком больно Он взглянул на молодую женщину В этот миг Ему особенно ясно стало Как много в этой Мадонне Которую он вынашивал Так долго Который отдал душу Как много в этом образе черт Сходных с чертами лица Стоявшего перед ним Прекрасной женщины Тот же овал лица Те же широко расставленные глаза А ведь он писал ее Не стремясь воспроизвести Какую-либо определенную женщину Запечатлевая в памяти Черты той или другой Обогащая свою память Каждой новой значительной встречи В его Мадонне Слились и Донна Вилата И та, что он увидел У входа в катакомбы Когда полная скорби Она увозила своего мужа Отца своего ребенка Единственного работника Опору семьи У него и сейчас стоит в ушах Крик маленького ослика Кажущийся ему таким мучительным Его Мадонна И писал он ее Не для папы Не для богатого банкира А для скромного монастыря Святого Сикста В глуши маленького города Пьяченца Это был портрет Его любимой женщины И потому в ней воплотились Все женщины Италии Которыми он когда-либо восхищался Жизнь дала ему мудрость познания Он и красотой восхищался Теперь иначе Не бездумно, как прежде Чувствуя себя сильным Молодым Счастливым Всеми любимым Он узнал горечь разочарования Боль чужого страдания И женщина, которая Была всегда главной темой Его картин Тоже перестала быть Безоблачно счастливой Спокойно созерцающей свое счастье Какими были до тех пор Его Мадонны Эта Мадонна Постигла весь страх Всю боль Причувствия Грядущих страданий Он подходил к своей новой Безмерно глубокой Трактовке Мадонны Постепенно Изображая ее Изображая ее уже не прежней Безпечальной женщиной Сидящей в кресле Или на лугу И мечтательно любующейся Своим ребенком Он возвеличивал ее Изображая Воседающей на троне В облаках Парящей в окружении Благоговея Навзирающих на нее Ангелов Такими Он изобразил Мадонну Дефелинью И Мадонну С фигурой Юного Товия К тому же циклу Изображение святости И величия женщины Поднимающейся На небесную высоту Чуждую Земных радостей И у тех Относится И святая Цицелия Покровительница музыки Но иные задачи Поставил себе Рафаэль Выполняя образ Мадонны Для монастыря Святого Сикста И вот он вдвоем Со своей Донной Вилатой Женщиной Чутко понимающей Искусство Во всех его проявлениях Много думавшей Наблюдавшей Жизнь И казалось Понимавшей Каждое движение Души художника Ничьё мнение Ему не было Так дорого Но он не спешил Познакомить её Со своим Последним трудом Всё же боясь Что он не будет Понят И вот Решающий миг Настал Его гостя Застыло Как прикованное К этому Огромному полотну Чувство Как замирает Её сердце Перед нею Было видение Чудо Сон Которое Казалось Сейчас Рассеется Между Раздвинутыми Занавесями Просвет Неба Херувины Трепещущие Крыльями И тающие В эфире И между Ними Спускается С облаков На землю Божественная Мать Покорная Решению Принести Своё Дитя В жертву Для спасения Мира На её Юмное Прекрасное Лицо Легла Тень Страдания Затаившаяся В углах Дрожащих Губ Страдания Которое Она должна Преодолеть Ради Великой Идеи Её Образ Человечен И трагичен Она Величественная И простая Мадонна Идёт к людям Босоногая Как простая Крестьянка Всё в ней Дышит Необыкновенной Гармонии Линей И красок Молодая Женщина Молча Крепко Жала Руку Художника Лёгким Шелестом Донеслось До него Чудо Святое Святое Чудо Из глаз Её Катились Слёзы Могла ли Даже она Так часто И подолгу Разделявшая С ним Часы Его досуга Предполагать Что он Вечно Юный И как будто Легкомысленный Создаст Это чудо Интересна Судьба Мадонны В 1754 Году Картина Была Куплена У монаха В церкви Святого Сикста Для Дрезденской Картинной Галереи За 70 Кг Золота В годы Второй Мировой Войны Гитлеровцы Спрятали полотно В месте Совершенно Непригодном Для хранения Живописи Но ее Обнаружили И спасли От гибели И в 1956 Году Она была Возвращена В Дрезден Те, кто Видел Это полотно Навсегда Запомнили Неизъяснимо Прекрасное Лицо Матери На котором Написана Безмерная Любовь К сыну И тревога За него Сам Рафаэль Также мог Быть оплакан Своей матерью Он умер В полном Рассвете Сил В возрасте 37 лет На его Могиле Есть надпись Здесь покоится Тот Рафаэль При жизни Которого Великая Природа Боялась Быть Побежденной А после Его смерти Она боялась Умереть Продолжение следует...